Директ Академии Слово сегодняшнему спикеру я хотел бы представить несколько полезных ссылок, которые находятся в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на наш сайт Директ Академия, на страницу расписания. В этом расписании, в его интерактивной части, вы можете зарегистрироваться на любой вебинар предстоящего месяца, до конца учебного года, до конца июня месяца. Вторая ссылка ведет на наш видеопортал на ютубе, видеоканал на ютубе, и на нем, на этом видеоканале, размещаются записи всех наших вебинаров. В том числе и этот вебинар записывается, и его запись сегодня-завтра будет помещена на наш видеоканал. Третья ссылка – это ссылка голосования за темы вебинаров слушателей. Сегодня последний день голосования. Я через многие каналы передавал эту ссылку для голосования. Если кто-то еще не знает, у нас в течение февраля-апреля месяца наши слушатели выдвигали свои темы на конкурс тем вебинаров. И выдвинуто было 18 тем, среди них мы голосуем, и три лучшие темы в июне месяце будут достойны того, чтобы провести у нас... Их авторы будут удостойны возможности провести у нас вебинары. Как всегда, я хотел бы проанонсировать предстоящие вебинары. Три вебинара предстоящих хотел бы вам проанонсировать. Первый из них пройдет завтра. Это будет мой вебинар. Будет он называться «Подача учебного материала во временном контексте. Как придумать и создать таймлайн». Второй вебинар, о нем я подробнее расскажу завтра на своем вебинаре, когда будем подводить итоги конкурса тем вебинаров. Пока назову только его тему. «О конструировании веб-квестов образовательного назначения. Теоретическая и практическая часть». Пройдет этот вебинар Сергей Напалков, автор этой темы. Ну и 5-го числа, 5-го июня у нас будет вебинар Осии Бурнашевой, нашей коллеги по Директ Медиа. И будет он называться «Ресурсный центр обучения иностранным языкам. Учебный и академический контент издательства «Пирсон». И последнее, что я хотел бы вам объявить. Во вкладке «Вопросы» мне задали вопрос по поводу непришедшего сертификата. Хотел бы еще раз сказать, вот на каждом вебинаре говорю, и еще раз хочу сказать, что с 18 мая у нас изменена практика выдачи сертификатов. Сертификаты теперь выдаются на нашем сайте. Почитайте, пожалуйста, информацию по ссылке, которую я привел. Вы просто переходите на страницу поиска, вводите свой e-mail, либо свою фамилию, имя, отчество. Система находит все ваши сертификаты, и любой из них вы можете бесплатно скачать. Вот, собственно, и почти все. Ну и теперь я хотел бы передать слово нашему сегодняшнему спикеру, Наталье Валентиновне Башковой, для того, чтобы она провела сегодняшний вебинар по теме. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень приятно видеть вас, как участников нашего очередного вебинара. Тема нашей сегодняшней беседы посвящена тематическим коллекциям, как уникальному проекту издательства Директ Медиа и как важной части контента Библиошколы. Тематические коллекции – это целостные систематизированные подборки научной, научно-популярной и художественной литературы по разнообразным и интересным проблемам. Перечень и состав коллекций постоянно обновляется. Тематические коллекции представлены на разных интернет-порталах, разрабатываемых нашим издательством Директ Медиа. Сегодня мы будем говорить об электронно-библиотечной системе Библиошкола. Этот портал создан специально для школ, рассчитан на учеников, их родителей и учителей. Но также, пожалуйста, имейте в виду и наш интернет-магазин, где можно приобрести книги и коллекции вне какой-либо подписки лично каждым. В Библиошколе вы можете только читать, а в интернет-магазине можете купить и скачать для личного пользования. Почему я об этом упоминаю? Дело в том, что в виде коллекций покупать книги гораздо выгоднее. Там идет сейчас очень большая скидка 50%. То есть те же самые книги можно купить вот с такой хорошей выгодой для себя. Итак, в состав тематических коллекций могут входить и 20, и 50, и 100 книг. Это, конечно, немало. Количество книг обусловлено широтой проблемы тематики коллекции. Вы понимаете, что чем шире проблема, тем больше книг в коллекции. В коллекциях мы стараемся осветить различные подходы к раскрытию и решению проблемы, разные точки зрения, дать экскурсы в прошлое, выявляющие причины описываемого явления, а также в будущее, чтобы увидеть последствия, а значит, показать значимость этого явления для общества, для нашей истории. Несмотря на то, что библиотечный сайт – это достаточно стабильная, устойчивая система, чтобы быть интересным пользователем, он должен содержать в себе такие структуры, которые были бы аналогичны группам по интересам, социальным сетям. И вот наши тематические коллекции – это и есть своего рода фокусы различных научных интересов. Как можно найти тематические коллекции, сориентироваться на сайте? Вот перед вами первая страница библиошколы, и галочкой выделена иконка, которая так и называется – тематические коллекции. Также и в главном каталоге, оранжевом или первом, там у нас синий появляется, затем вот оранжевый каталог библиошколы, и самый последний раздел – это тематические коллекции. Таким образом, они представлены на всех главных страницах, их легко найти. Конечно, вы можете просто просматривать книги в библиошколе, и если книга находится в какой-либо коллекции, то об этом обязательно будет информация на странице описания данной книги. Вот мы с вами видим страницу описания книги Марка Твена, Жанна Д'Арк, и также чуть ниже главных сведений о книге мы видим, что эта книга находится в коллекции «Доблесть и честь. Рыцари и мушкетеры. Золотая коллекция». Если мы со страницы книги щелкнем по названию этой коллекции, то сразу перед нами откроется страница с этой коллекции. Вы видите здесь аннотацию ко всей коллекции, обложку, и затем идут книги, которые входят в эту коллекцию. Если же вы выйдете на тематические коллекции из каталога непосредственно, не со страницы описания книги, а из каталога, то сначала попадете на страницу каталога самих коллекций. Вот они как представлены у нас. Но здесь на слайде, конечно, в несколько таком сжатом, уменьшенном виде, чтобы каталог поместился на слайд. Все коллекции объединены в макроразделы. Для быстрого их поиска, более удобного. В библиошколе это следующие разделы. Естественные науки, история, литература, мировая художественная культура, мировые религии и общество знания. На нашем сайте представлено более 60 тематических коллекций. А это значит, что более 2000 книг систематизированы в тематические подборки по разным дисциплинам, как гуманитарным, так и естественно научным. Также представлена художественная и мемуарная классика. Составителями этих коллекций являются редакторы издательства Директ Медиа, приглашенные специалисты из ведущих вузов нашей страны. Также мы имеем совместные проекты Комсомольской правды и нашего издательства. Вы, наверное, знакомы с этими сериями. Они выходили в виде бумажных альбомов, распространялись через киоски Роспечати. Ну а в электронном виде они представлены на наших сайтах. Также у нас собраны коллекции, наиболее интересные коллекции советского периода. Я сегодня постараюсь показать вам все разнообразие наших коллекций, как по их источнику составления, так и по проблематике. То есть мы посмотрим и гуманитарные, и естественно-научные коллекции книг, как сугубо научные, научно-популярные и даже занимательные. Книги в наших коллекциях представлены в едином электронном формате. В библиошколе вы можете читать, и там, как правило, представлен PDF-формат. А в интернет-магазине купить все разнообразие форматов электронных современных. Это и ФБ2, и ИПАП, и другие форматы. Вы имеете в библиошколе откорректированные тексты, удобный просмотрщик и понятную легкую навигацию. Зарегистрированный пользователь может делать закладки в книгах, составлять свой цитатник и затем в своем личном кабинете просматривать, корректировать, а также может и распечатать для своего удобства. Также у нас есть и обратная связь. Вы можете оставить отзыв о книге, о самой коллекции, даже написать отзыв или рецензию. Все ваши пожелания в автоматическом режиме приходят на мой почтовый ящик и внимательно изучаются. А для тех, кто проявляет активность, особенно если напишет отзыв, рецензию, мы имеем возможность начислять баллы в интернет-магазине, на который вы можете приобретать книги. Любая коллекция, как и книга, конечно, начинается с автора, который и решается в какой-то момент написать книгу, то есть выразить свое видение, интересующее его проблемы. Так и мы с вами сейчас сделаем небольшое, но очень важное отступление и обратимся к нашему сервису авторы. Дело в том, что не так давно этот сервис был нами существенно доработан, дополнен очень полезным и интересным функционалом. Когда вы наводите мышку на кнопку главного меню авторы, это вот слева темно-бирюзовая кнопочка авторы, то теперь перед вами открывается выпадающий список и появляются разделы «Все авторы», «Писатели классики», «Именитые авторы» и «Авторы директ-медиа». Если вы выбираете сам раздел «Авторы» или же раздел «Все авторы», то попадаете вот на эту страничку, традиционную нашу страничку алфавитного каталога. Но теперь здесь появилась большая выразительная кнопка, которая называется «Именитые ученые и писатели». Эта кнопка как раз и приведет вас в наш новый сервис. В чем его смысл и полезность? Книжные хранилища Библиошколы содержат произведения более 20 тысяч авторов. Для того, чтобы наши юные читатели могли быстро и легко ориентироваться в перечне имен, редакторы Библиошколы выделили более тысячи фамилий выдающихся ученых, писателей и деятелей культуры, как отечественных, так и зарубежных. Этот золотой список нашего культурного достояния объединил и классиков, завоевавших мировое признание, и современных авторов, успешно пишущих на актуальные темы. Увидеть известные имена можно, как и раньше, вот я вернусь к нашему алфавитному указателю, в этом перечне вы видите, что знаменитые имена выделены черным жирным шрифтом. Вот мы смотрим предыдущий слайд, Аристотель, Аристофан, Аврелий, Августин. А теперь мы имеем и специальный каталог. Он имеет предметные разделы. Писатели-классики, именитые авторы и авторы издательства Директ Медиа. Писатели-классики – это признанные мастера словесного искусства. Здесь каталог небольшой, но всё главное выделено. Античная литература, европейская литература, русская и, конечно, детская литература, куда включены имена наших знаменитых, известных детских писателей. Следующий раздел – именитые авторы. Здесь каталог более обширный. Живопись вот первая идёт подраздел. Здесь представлены имена художников, которые оставили нам литературное наследие. Или мемуары им не написаны, или теоретические работы. Далее есть разделы естествознания. Сюда включены имена известных учёных, математика, физика, химия. Также, конечно, есть и разделы гуманитарных наук, история России, педагогика, психология, философия. И последний раздел – это авторы издательства Директ Медиа. Это авторы, сотрудничающие с нашим издательством. То есть мы издаём их труды, и их книги пользуются успехом у наших читателей. Это непременно условие включения автора в этот каталог. Далее, если вы нажимаете на фотографию или на имя в каталоге, то переходите на страницу этого автора. Здесь читатель получает подробную информацию о нём. Фотография или портрет обязательно присутствуют, даты жизни, биографические сведения из энциклопедии и справочников. Далее представлен обширный библиографический список трудов, а также перечень произведений, доступных на нашем портале. Они представлены в виде ссылок, вот выше на слайде, а также в виде обложек конкретных книг. Помимо основной статьи, которую вы можете прочитать на этой странице, даны ссылки на дополнительную информацию об авторе. На слайде справа вы видите. То есть это вот ссылки на статьи из многочисленных справочных изданий, таких как литературная энциклопедия в 11 томах, биографический энциклопедический словарь, малоакадемический словарь, советская историческая энциклопедия и так далее, многие другие. И, соответственно, вы помимо той статьи, что присутствует сразу на странице, вы можете также обратиться к разным словарям и энциклопедиям и прочитать еще и там об этом авторе. Таким образом, благодаря новому сервису «Именитые ученые и писатели» вы можете быстро найти исчерпывающую информацию о выбранной выдающейся личности. Отличительным знаком всех именитых авторов является золотое перо, сопровождающее их фамилией на всех страницах сайта. Вот мы с вами видим страницу описания книги Леонида Андреева. Если вы нажимаете на фамилию автора, то сразу попадайте на страницу этого автора, вот которую мы с вами сейчас смотрели, где есть и фотографии, и статья о нем и так далее. Если же вы нажмете на золотое перо, то перед вами откроется страница каталога именитых ученых и писателей, и именно тот раздел, куда и включен этот автор. Так что ищем золотое перо, и оно быстрее быстрого перенесет нас в раздел именитых авторов. Далее мне хочется обратить ваше внимание на еще один новый интересный функционал, появившийся на нашем сайте. Он связан непосредственно с книгой, а также напрямую касается именитых авторов и тех, чьи книги вошли в наши тематические коллекции. На многих книгах, размещенных на нашем сайте, вы теперь можете видеть небольшую, но яркую иконку. Она располагается справа вверху на обложке книги. Эта иконка присутствует на всех страницах сайта, где есть обложка этой книги. Эта иконка означает, что к этой книге имеются дополнительные материалы. Теперь при знакомстве с книгой в библиошколе читатель имеет возможность обогатить восприятие письменного текста. На странице описания книги представлены не только ее библиографические сведения, аннотация, содержание, все, что традиционно присутствует. Но теперь книгу сопровождает, во-первых, яркий иллюстративный ряд, то есть портрет писателя, репродукции картин и книжной графики выдающихся художников, фотографии театральных постановок и фильмов. Во-вторых, аудиокниги, представляющие это произведение в живом исполнении известных актеров и чтецов. В-третьих, видеофрагменты из фильмов и театральных постановок. И в-четвертых, фильмография, где подробно описываются все экранизации этой книги. Таким образом, литературное произведение предстает в современной инновационной форме, как система электронных форматов, где есть ядро текста произведения и его ассоциативное окружение – иллюстрации, аудиоверсии, видеоресурсы и так далее. Таким образом, общение с книгой будет и более плодотворным, и интересным, и познавательным. Дело в том, что в библиошколе имеются и регулярно пополняются такие сервисы, как аудиокниги, карты. Наш аудиокаталог содержит как художественную, мемуарную, познавательную и учебную литературу, так и радиожурналы, книги на иностранных языках, музыкальные сказки, спектакли, занимательные программы. Сервис карты содержит более 6 тысяч учебных карт. Но для многих, особенно для большинства наших юных читателей, все эти разделы существуют как бы сами по себе, как-то далеко, разрозненно, отдельно. И мы решили объединить наши разнообразные ресурсы, представленные в библиошколе, на странице книги и сделать максимально удобной навигацию и тем самым, конечно, помочь нашим читателям. Вот мы с вами видим сейчас дополнительные материалы книги. Немножко даже вернусь. Вот, например, книга Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Помимо библиографического описания, аннотации, содержания, мы с вами также видим фильмографию. То есть, если вы щелкните на эту строку, то, соответственно, откроется большая статья, где будут представлены все экранизации этого романа. И чуть ниже, вот стрелочкой показано, дополнительные материалы к этой книге. И вот мы с вами щелкаем на вот эти дополнительные материалы, и перед нами открываются аудиокниги, карты и иллюстрации. К некоторым произведениям иллюстраций очень много. И там 20, и 30 может присутствовать различных репродукций. То есть, вот буквально открывая книгу, вы уже имеете возможность увидеть вот весь этот сопутствующий материал, который, конечно, очень обогащает чтение. Потому что одновременно, скажем, с чтением литературного произведения можно обратиться, например, к просмотру карты, найти страну, город, место действия описываемых событий. Конечно, насколько живее и глубже станет восприятие книги, если мы вместе с героями, скажем, войны и мира будем путешествовать, разбираться в особенностях местности, следить за детальным ходом боевых действий. Вот такой новый наш функционал дополнительных материалов книги. Конечно, они представлены не ко всем книгам, но теперь уже большое количество книг имеет такой у нас сопутствующий материал. Итак, возвращаемся к нашим коллекциям. Прежде всего, обратимся к фонду гуманитарной классики. У нас представлены коллекции по истории, филологии, философии, культурологии, искусствоведению, религиоведению и другим дисциплинам. Рассмотрим их подробнее. Тематические коллекции по литературе. Их представлено около 18 сейчас в библиошколе. Охарактеризую некоторые из них. Ну, конечно, большая коллекция лучших сказок мира. В эту коллекцию мы постарались выбрать все лучшее. Лучшие авторы, лучшие сказки, лучшие переводчики. Коллекция включает в себя более тысячи сказок народов мира, как народных, так и авторских, а также легенды, мифы и былины. Наряду с произведениями писателей, чьи сказки пользуются любовью детей и взрослых во всем мире, Пушкина, Андерсена, Киплинга, Гоффмана, Шарля Перо, Бажена Немцовой, в коллекцию включены сказки писателей, незаслуженно забытых, но чьи произведения выдержали испытания временем. Дорошевича, Сомова, Попова, Вагнера. Из произведений великих писателей, например, Киплинга, мы включили не только полные тексты его знаменитых первой и второй книг джунглей, рассказывающих о приключениях Маули, но и его блистательные сказания Старая Англия о великанах, рыцарях и волшебниках. В эту коллекцию народных сказок, это один из разделов этой коллекции, входят сборники русской народной сказки, более 450 произведений там, японские народные сказки, украинские, а также сборник сказки народов мира. Название следующей коллекции «Затерянный мир» дал всемирно известный культовый фантастический роман Конан Дойле. В это собрание приключенческой литературы включены произведения таких метров фантастики и приключений, как Хагард, Уэльс, Жюль Верн, Майн Рид, Луи Бусинар и многие другие авторы. Многие из произведений, включенных в эту коллекцию, являются образцом, эталоном в любимых читателями жанрах фантастики и приключений. Дочь Монте-Сумы, Борьба миров, Межзвездный скиталец, Дочь фараона, Приключения в стране Львов, В поисках белого бизона и многие другие. «Захватывающие приключения на суше и на море». Следующая коллекция. Приключения, рассказанные крупнейшими талантливыми писателями. Здесь удивительные таинственные страны и народы с их традициями и обычаями, приключения и подвиги, Дикий Запад и приключения на Севере, индейцы и викинги. В общем, все то, за что любят и ценят такие произведения, как «Эрик Светлоокий», «Охотники на волков», «Грабители морей», «Белый вождь», «Последний из магикан», «Джек Восьмеркин-американец», «Охотники за каучуком», «Капитан Сорвиголова» и многие-многие другие. Также в этот же раздел «Литература», в раздел «Тематические коллекции» входит и мемуарная биографическая литература. Вы знаете, что, конечно, мемуары и автобиографии являются важнейшим источником наших исторических и культурологических познаний. Эти произведения охватывают максимально широкое поле жизни и знакомят с культурой, повседневностью, менталитетом прошлых веков. Здесь представлено много коллекций и мемуары государственных, политических деятелей, и ученых, и путешественников. Следующий раздел «История». Сюда входит 14 тематических коллекций. Коллекция «История России в классических фолианах». Это собрание фундаментальных, многотомных трудов по истории России. В коллекции представлены как классические обзорные работы по всей русской истории с древнейших времен, так и монографии, посвященные отдельным, сложным и наиболее драматичным ее страницам. Среди авторов книг – основоположники русско-исторической мысли и Ловайский, и Ломоносов, Милюков, Погодин, Покровский и другие. Следующая коллекция «Полное собрание русских летописей». В 1841 году в Санкт-Петербурге археографической комиссии при Императорской академии наук началось издание полного собрания русских летописей. Этим было положено начало публикации одного из важнейших источников отечественной истории русских летописей. Они имеют фундаментальное значение для изучения истории древней и средневековой Руси. На долгие десятилетия XX века эти книги были библиографической редкостью. Сейчас они все представлены в электронном формате и вот в этой коллекции. Следующая коллекция «Древности российского государства» включает великолепно иллюстрированное, раритетное, многотомное издание. Оно было составлено и опубликовано по повелению императора Николая I в середине XIX века. «Древности российского государства» включает 6 отдельных томов текста и 508 хромолитографированных таблиц с изображением предметов древнерусского искусства, собранных в отдельные тома иллюстрации. Рисунки – это одна из книг, представленная иллюстрацией. Рисунки выполнены художником и археологом, академиком исторической и портретной живописи Фёдором Григорьевичем Солнцевым. В его акварелях с ювелирной точностью изображены символы государственной власти, оружие, великокняжеские, боярские, царские костюмы, памятники зодчества и многое другое. Вы видите, что сохранность этих книг очень хорошая, отличные иллюстрации, которые украсят любой урок истории или истории культуры. Следующие коллекции – Первая мировая война, 22 июня 1941 года «Неизвестная война», «Последние дни императорской семьи», «История Украины». Это коллекции, которые были собраны специально по таким важным датам нашей истории, которые мы с вами отмечали, и, конечно, наиболее интересным периодам. В эти коллекции включены произведения выдающихся историков, политологов, писателей, раскрывающие тайны и загадки исторических событий, личности правителей. Обязательным условием включения в коллекцию того или иного произведения был высокий уровень исследования, авторитет и талант автора. Каждая книга такой коллекции – это самостоятельная авторская концепция, своя система фактов и аргументов. Без познания всех этих граней невозможно плодотворное исследование избранной темы, и никакой учебник, где все очень сжато и кратко изложено, никогда не заменит личного знакомства с оригинальным исходным авторским исследованием. Следующие коллекции представляют собой собрание сочинений выдающихся отечественных историков. Николай Михайлович Крабзин – известный русский историк, писатель, поэт, почетный член Петербургской академии наук. В нем рано проявился глубокий интерес к русской истории, отраженный как в его публицистических работах, так и в повестях на историческую тему. Специальным указом Александра I Крамзин получил звание историографа, и с этого момента он, по выражению Вяземского, «постригся в историки» и не бросал уже пера историка до последнего дыхания. Несмотря на то, что до него уже существовали труды Татищева, Щербатова, именно его история государства российского стала тем обобщающим научным сочинением, которое открыло историю России для широкой образованной публики. По словам Александра Сергеевича Пушкина, все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, да то ли им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия казалась найдена карамзинным, как Америка колумбом. Вот такие замечательные слова сказал Пушкин. «Русский историк Сергей Михайлович Соловьёк вспоминал, «Попала мне в руки и история Карамзина. До 13 лет, то есть до поступления моего в гимназию, я прочёл её не менее 12 раз». Вот источник вдохновения стал для него этот труд. Следующая коллекция содержит собрание сочинений Николая Ивановича Костомарова, выдающегося русского историка, писателя. В состав коллекции входит полное собрание его исторических монографий и исследований в 21 томе или в 18 книгах. Издание его публицистических трудов в современной и дореволюционной орфографии. То есть можно посмотреть первое издание его трудов. В творчестве Костомарова превосходно соединились историк-мыслитель и мастер художественного слова, что обеспечило ему не только одно из первых мест в ряду русских историков, но и заслуженную популярность среди читающей публики. Глубоко вдумываясь и вживаясь в изучаемую им старину, он воспроизводил её в своих работах такими яркими красками, в таких выразительных образах и метких характеристиках, что она надолго оставалась в памяти читателя. Следующая коллекция содержит собрание сочинений Сергея Михайловича Соловьёва, крупнейшего русского историка, профессора, ректора МГУ. Главный труд Соловьёва – «История России с древнейших времён», которому он посвятил 30 лет неустанной работы, стал эпохой в развитии русской историографии. «История России с Соловьёва» базируется главным образом на архивном материале и до сих пор по многим вопросам к этому труду обращаются как к первоисточнику. Коллекция следующая содержит собрание сочинений Василия Осиповича Ключевского, также крупнейшего историка, профессора, МГУ, академика. На страницах его произведений, среди которых одно из самых знаменитых курс русской истории, художественный талант Ключевского, выразился в целом ряде блестящих характеристик исторических деятелей и выразительной обрисовки исторических событий. Также на страницах библиошколы представлена и коллекция классических трудов известного российского историка, члена-корреспондента РАН, профессора Андрея Николаевича Сахарова. Коллекция охватывает его труды с 60-х годов до настоящего времени. В его исследованиях отражены ключевые проблемы становления и эволюции российской цивилизации с древнейших времен до начала 21 века. Далее обратимся к нашему фонду естественно-научной классики. Перед вами коллекции, которые были составлены еще в советское время. Однако они не утеряли своей значимости, познавательного и научного интереса для нас. Наше убеждение – в будущее мы должны взять все лучшее, что было сделано прошлыми поколениями. Чем замечательны советские серии книг? Во-первых, именно в советское время были переведены на русский язык и изданы сотни классических научных трудов. Во-вторых, книги многих советских серий писали талантливейшие ученые, популяризаторы науки, простым, доступным языком и при этом очень увлекательны. Конечно, по своему содержанию эти книги несколько уступают уровню современного знания, но, с другой стороны, чем более юн возраст наших читателей, тем менее это значимо. Главное, на что хочется обратить ваше внимание, то, как ярко, выразительно, увлекательно написаны эти книги. Также и иллюстрации в этих книгах могут быть внешне вроде бы беднее современной полиграфии. Многие из них черно-белые, но некоторые настолько остроумные, меткие, часто с юмором, что до сих пор остаются украшением этих книг и этих коллекций. Мы сейчас посмотрим ряд коллекций, которые сюда входят в этот раздел. Коллекция классики науки. Вот обложки, вы видите, это две больших коллекции. Они объединяют труды выдающихся ученых, математиков, физиков, астрономов, биологов, химиков. Эти книги были изданы в рамках двух книжных серий «Классики естествознания» и «Классики науки». Именно в рамках этих серий впервые в нашей стране были изданы многие классические работы известных ученых. Инициатором создания серии «Классики науки» был президент Академии наук СССР «Академик Сергей Иванович Вавилов». А готовили эти издания ведущие специалисты СССР. Коллекцию составили фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых с древних времен до середины XX века. Архимеда, Аристотеля, Лукреция, Галилея, Гюгенса, Декарта, Гумбольта, Герца, Ковалевской, Лобачевского, Нютена, Пуанкаре, Циолковского, Чеплыгина и многих-многих других. Знакомство с трудами великих ученых раскроет перед читателем масштабную панораму истории мировой науки. Причем издание этих трудов снабжено очень замечательным аппаратом примечаний, редакторских каких-то пометок, пояснений, что все это очень ценно и, конечно, очень помогает восприятию этих классических текстов. Коллекцию «Математика» в лекциях и задачах составили книги по математике, написанные ведущими советскими учеными и педагогами. Они издавались с 50-х по конец 70-х годов и выходили в нескольких книжных сериях. Популярные лекции по математике, библиотека математического кружка, математическая библиотечка и другие серии. Они были относительно небольшими, поэтому мы их собрали в одной коллекции. По книгам этих известных серий училось не одно поколение советских математиков. Доступность изложения, увлекательность, логичность рассуждений, обширный круг задач и примеров из разных областей применения математических законов. Все это делает литературу интересной и актуальной в наше время. Коллекция предназначена для школьников старших классов. В этом же разделе «Естественные науки» есть еще очень интересные коллекции, куда вошли книги, объединенные особенностью формы изложения. Они написаны исключительно занимательно и увлекательно. Авторы этих книг – выдающиеся популяризаторы науки и педагоги. Известно, что симпатия и даже любовь к наукам у школьников часто ощутимо зависят от стиля преподавания и личности учителя. Книги наших коллекций как раз и направлены на пробуждение самого яркого и неистащимого интереса к научным поискам и исследованиям. Содержание книг является превосходным, развивающим материалом, тренировкой познавательного навыка, основой для самостоятельной творческой работы. Уверена, что и взрослая аудитория найдет для себя много увлекательного и интересного в книгах этих коллекций. Это такие коллекции, как «Занимательные науки», «Популярно о науке», «Головоломки для детей и взрослых», «Самообразование на досуге. Создаем и конструируем сами». Для книг первой коллекции ключевым является слово «Занимательно». Сюда входят книги по самым разным наукам, биология, зоология, этнография, физика, химия. Но название книг обязательно начинается с этого слова «Занимательно». Интересные факты, опыты, эксперименты для возможного повторения их в школьных или домашних условиях все это вызывает неизменный интерес у школьной аудитории. Коллекция популярна о науке. Ее составили лучшие научно-популярные серии советского времени, научно-популярная и научно-просветительная библиотека. Тематика книжных серий представлена самая широкая и охватывает различные отрасли науки и техники. Причем в книгах всегда делается акцент на практическом значении открытий и достижений ученых, что максимально сближает научную теорию с применением в профессиональной деятельности и быту. Они рассчитаны на самый широкий круг читателей, написаны простым доступным языком, содержат множество примеров, иллюстраций и представляют несомненный интерес для самообразования и в наше время. Коллекция головоломки для детей и взрослых. Ее составили книги с головоломкой, беребусами и занимательными задачами по математике и геометрии. Они развивают сообразительность и смекалку, знакомят со скрытыми свойствами чисел и фигур, с интересными математическими закономерностями. В книгах содержатся объяснения, иллюстрации, даются направления для собственного творчества. В коллекцию включены как современные, так и дореволюционные головоломки. Особенно хочу обратить ваше внимание на три тома книги «В царстве смекалки», написанные Емельяном Игнатьевичем Игнатьевым еще в начале XX века. Это замечательная книга, вот такие занимательные задачи. И надо сказать, что даже современные многие книги, подобные издания, на самом деле являются переработанными задачами, которые когда-то придумал Емельян Игнатьевич. И вот, конечно, очень интересно обратиться к самому первоисточнику. Также здесь содержатся математические олимпиады, и отдельный раздел составили занимательные задачи известного математика и популяризатора науки Якова Исидоровича Перельмана. Он считается вообще основоположником жанра занимательной науки. Им было написано очень много книг. Так, сейчас наделаю. А, здесь просто появляются вопросы в чате. Если кто-то подписан сейчас, например, на университетскую библиотеку, то многие, может быть, даже и все эти коллекции представлены и в университетской библиотеке тоже. Их даже там больше, чем в библиотеке школы. А как получить доступ на наш сайт? Соответственно, вы выходите на главную страницу. И внизу, обратите внимание, есть ссылочка «Правила использования». И там все описано. Для физических лиц происходит оплата через наш интернет-магазин. Оплата небольшая. Полугодовая подписка 999. И годовая, соответственно, чуть больше. И также есть подписка для юридических лиц. Можно подписываться на отдельные разделы, на какой-то даже определенный перечень книг. Заявка оформляется на сайте библиошколы для юридических лиц. Вам обязательно ответит наш менеджер и можно подписаться. Дальше мы перейдем к следующему разделу наших коллекций. Это совместные проекты «Комсомольской правды» и нашего издательства «Директ-медиа». В библиошколе представлены такие коллекции, как «Великие художники», «Великие музеи мира» и «Путешествую с удовольствием». Эти коллекции вы можете увидеть и в основном каталоге библиошколы. Эти разделы так и называются. «Великие художники», «Великие музеи мира». Серия «Великие художники». Каждый из альбомов посвящен жизни и творчеству выдающегося художника, чье имя вписано золотыми буквами в историю мировой культуры и искусства. Айвазовский, Брюлов, Воснецов, Крамской, Левитан, Репин, Рерих, Боттичелли, Ван Дейк, Дега, Леонардо да Винчи. Каждый альбом содержит более 50 иллюстраций, биографию художника, историю создания бессмертных шедевров, а также исследование их стилистических особенностей и техники исполнения. Альбомы знакомят с классическими лучшими образцами мировой культуры. История мировой культуры. Эта коллекция содержит труды видных историков культуры и искусства. Вейса, Вёрмана, Гельварда, Гнедича, Любки, Эйслера и многих других. Книги коллекции дают полноценное представление о мировой культуре и её эволюции от древности до 20 века. Здесь подробно исследуется культурная жизнь народов Африки, Азии, Европы, Византии, России, Арабского Востока. Большое внимание уделяется бытовому укладу, архитектуре, интерьеру, костюму, вооружению, мебели. В книгах содержатся многочисленные иллюстрации. Следующая коллекция. Золотая коллекция книг о культуре русского народа. В неё включены лучшие классические труды, широко освещающие наследие русской народной культуры. Таких исследователей, как Афанасьев, Бурцев, Даль, Забелин, Забылин, Костомаров, Терещенко. Книги в живой и занимательной форме рассказывают о праздниках, поверьях, суевериях, приметах русского народа, о нравах, обычах и обрядах на Руси, особенностях строительства и убранства дома, описывают домашний быт царей и цариц, дают представление о народных сказаниях и мифах, церковно-народном месяцесловии. Сюда же входят наши коллекции, мы их собрали в серию «Музыкальная шкатулка». Три таких коллекции, посвященные разным музыкальным инструментам – скрипка, флейта, фортепиано. Эти коллекции объединяют высокохудожественные образцы творчества западных и русских композиторов 17-20 веков, заслуженно считающихся золотым фондом педагогического репертуара музыкальной школы. В книгах собраны музыкальные произведения разных стилей и эпох – барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма, музыки 20 века. На страницах изданий педагог и учащийся найдут пьесы различной степени трудностей, от простых для начинающих до крупных инструментальных циклов. И еще один раздел наших коллекций, посвященный мировым религиям. Эти коллекции знакомят с историей религиозных представлений человечества, их многообразием и доктринами. Например, коллекция «Буддизм», классические исследования называются. «Буддизм» – одно из первых философских учений, самая древняя мировая религия. В классических научных и научно-популярных книгах коллекции нашли отражение деяния Будды, деятельность буддийских проповедников и философов, образы буддийских божеств и мифологии, становление и развитие буддизма в различных странах мира. Читатель познакомится с трудами выдающихся отечественных и зарубежных буддологов – Васильева, Минаева, Альденбурга, Пишеля, Розенберга и других исследователей. Еще коллекции в этом разделе «Библия. Священные тексты, комментарии, исследования». Эту коллекцию состоит из трех таких подразделов. Во-первых, составили каноническое собрание текста в Библии. Здесь представлен современный синодальный перевод Московской Патриархии. Второй раздел – это комментарии и толкования на отдельные книги Священного Писания – Афанасия Великого, Василия Великого, Иронима Стридонского, Палладия и других богословов, а также комментарии к Библии Брюссельского издания. И третий раздел этой коллекции составили библейские исследования выдающихся русских экзегетов – Илеонского, Глаголева, Лопухина и многих других. Еще одна коллекция – «Толковая Библия». Первым полным и на сегодняшний день самым объемным русским толкованием всех книг Библии является «Толковая Библия» или комментарии на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. В начале XX века подобное издание уже стало насущной потребностью как духовенства, так и всего общества. Работа над этим авторитетным историко-богословским трудом началась под редакцией профессора богословия Александра Павловича Лопухина. Самое масштабное в истории отечественной библеистики 12-томное издание «Толковой Библии» выходило в Санкт-Петербурге с 1904 по 1913 годы. В ее издании участвовали выдающиеся русские библеисты, профессора Киевской, Санкт-Петербургской, Московской, Казанской духовных академий. И еще одна коллекция «Ислам. Из прошлого в будущее». «Ислам. Самая молодая мировая религия». Коллекция книг знакомит читателей с многообразным миром мусульманской религии и философии. Прежде всего, это текст Корана в различных переводах на русский язык и комментариях, наиболее авторитетный из которых – это переводы, комментарии выдающегося ученым-востоковеда, академика Крачковского и Порохова. «Отдельные разделы коллекции посвящены Коранаведению, исламской философии, мистицизму, истории ислама и его развитию в современном мире, существованию ислама в России и его отражению в дореволюционных отечественных исследованиях». Вот такой краткий обзор мы сделали по нашим тематическим коллекциям. И завершая нашу беседу, хотелось бы сказать, что, конечно, вот эти сокровища книг, духовные сокровища, накопленные человечеством, русской культурой, российской культурой, конечно, должны жить. И здесь большую роль играет как раз профессиональный наш с вами труд и библиотекарей, и, конечно, особенно педагогов. Чрезвычайно важно пробудить в ребёнке личный познавательный интерес, его любознательность, очень хорошее русское слово, любознательность, означающая любовь к знанию. Когда этот внутренний механизм запущен, то такая личность всегда будет расти. И вот этот интерес к познанию, стремление к познанию, оно ведь должно быть практически бесконечным на всю жизнь, от самых юных лет до глубокой старости. С тем, чтобы человек, как бы именно, исходя из собственного стремления, искал литературу по интересующим его проблемам и внимательно с ней знакомился. Ну, а от нас, библиотекарей, педагогов, очень важно уметь создать ситуации необходимости обращения к такого рода тематической литературе, дополнительной литературе, которая требует немало свободного времени, усилий определенных, потому что все-таки это серьезная литература, это не просто развлекательная. Конечно, готовность к восприятию таких текстов, она формируется со временем при определенных усилиях человека. А вот необходимость – это очень важный стимул развития человека. Когда, как правило, мы что-то особенно сложное решаемся осваивать, когда перед нами встает необходимость, великий наш, так сказать, двигатель, катализатор. И как раз хороший проблемный вопрос, проблемная ситуация, созданная педагогом, она как раз и подтолкнет детей, школьников, к обращению именно к дополнительной литературе, к такого рода тематическим коллекциям. Дорогие друзья, я, наверное, уже завершаю свой рассказ. И сейчас немножко посмотрю вопросы, которые были заданы, постараюсь на них ответить. Да, спасибо большое. Вот вопрос о возможности публикации. Действительно, я хотела еще обратить ваше внимание. Сейчас у нас в издательстве идет очень серьезная работа над расширением функционала личного кабинета учителя и ученика. Ну, прежде всего, конечно, учителя. В личном кабинете теперь, вот где-то в середине июля, мы надеемся уже этот функционал представить на сайте, ну, а к сентябрю все должно уже работать. Вы можете, сможете загружать ваше портфолио фотографии, мероприятия, которые вы проводите, а также, конечно, ваши публикации. В нашем издательстве мы примерно взяли такой для себя критерий, ну, примерно, конечно, это 100 страниц. Если ваш труд, значит, вот имеет 100 страниц и более, то мы можем предложить для вас публикацию, такую настоящую книги со всеми ВБК, СБН и так далее. Для этого вы можете обратиться к редакторам нашего сайта. Адреса, электронные адреса представлены и в библиошколе, и в университетской библиотеке. И, соответственно, договориться о возможности публикации. А также и предоставляется вам и бумажное издание. Их можно сделать 5, 10 или больше по вашей потребности. Но если ваш труд небольшой, а учителя все-таки для учительской аудитории характерны все-таки относительно небольшие работы, статьи, какие-то тематические разработки, планы, поурочные разработки. Это, на самом деле, очень интересно и востребовано. Поэтому мы тоже будем рады и такие работы публиковать. И вот как раз через личный кабинет учителя вы сможете это сделать. Эти работы будут, естественно, видны на сайте, и с ними может знакомиться любой читатель. Более того, вы сможете получать сертификаты, которые будут подтверждать публикацию вашей работы, даже самую небольшую, на нашем сайте. Также, если вы оформите вашу портфолио, вы тоже сможете получить сертификат о том, что существует, создана персональная страница ваша, как педагога. Поэтому приглашаем вас к нашему сотрудничеству. Да, конечно, если вы хотите подключиться к библиошколе как юридическое лицо, как организация, вам предоставляется один месяц бесплатного доступа. При этом вы можете воспользоваться всем функционалом. То есть вам будут доступны и карты, и аудиокниги, всё, что предоставляет библиошкола. И в течение месяца, по-моему, это вполне достаточный срок, вы можете всё внимательно посмотреть. Я вот хочу обратить ваше внимание, чтобы просто не было потом разочарований. Дело в том, что часть литературы, учебной, познавательной, она сразу доступна на нашем сайте. Вы можете прямо открыть книгу и читать. Но дело в том, что современные издательства, особенно крупные, такие как «Русское слово», «Просвещение», «Пёрсон» или «Пирсон» – это издательства, которые публикуют книги на иностранном языке. Эти книги вы тоже увидите на нашем сайте, но вот так сразу вы их не сможете открыть. Дело в том, что эти издательства никому, не только нам, они вообще никому не предоставляют PDF-форматы своих книг. Мы в этом никак не виноваты. Это позиция этих издательств. Они крупные агрегаторы и диктуют свои правила. Они создают специальную оболочку, программу, в которой можно просматривать именно их издание. Поэтому пусть вас это не смущает. Вот вы захотите посмотреть книгу «Русское слово», она у нас на сайте не откроется. Но вместе с тем мы являемся законными представителями этих издательств и поможем вам приобрести подписку в том числе и на вот эти издания, этих издательств ведущих наших «Русское слово», «Просвещение», «Пирсон». А так вся остальная литература, у нас очень много замечательных издательств представлено. Арктии, Мозаикосинтез, Владос, Питеры, множество издательств представлено. Вы, конечно, сразу можете открывать и читать эти книги. Вы можете подключаться к библиошколе вне зависимости от того, подключены вы или нет к университетской библиотеке. Это разные наши ресурсы, совершенно разные. Один рассчитан на вузовскую аудиторию, а второй специально создается именно для школ. Поэтому вы можете оформить подписку, например, как физическое лицо. Если школа не хочет оформлять как организация, как физическое лицо, ну, тысяча рублей, мне кажется, для такого ресурса это, в общем-то, относительно недорого. Если же школа оформляет подписку, то, конечно, все абоненты, все ученики и учителя, библиотекарь, все имеют доступ уже бесплатно, скажем так. Получают пароль, логин и могут пользоваться всем функционалом не только в школе, но и дома у себя. Поэтому, пожалуйста, 24 часа в сутки можно читать и познавать. Большое спасибо и вам за внимание. Да, вот тут еще было, что книжечка какая-то не открывалась на сайте. Вы знаете, ну, такое теоретически, конечно, возможно, мы с этим активно боремся, стараемся все отслеживать. Вы можете писать нам. У нас есть представлены на сайте электронные адреса технической поддержки. Мы обязательно максимально оперативно постараемся разобраться, если вдруг какая-то книга не открывается. Как список рекомендованной литературы связан с коллекциями библиошколы? Этот список, вы знаете, был сформулирован и предложен для нас всех Министерством культуры, Министерством образования и науки. И мы стараемся его осваивать и приобретать авторские права авторов, чьи книги входят в этот список рекомендованной литературы. И многие из них у нас представлены. Ну, даже если, например, у нас нет какой-то, например, зарубежной книги, мы стараемся искать переводы, другие переводы этих произведений. Но стараемся представить обязательно эти книги у нас на сайте. Поскольку в этот список все-таки вошла классика, лучшие произведения отечественной и зарубежной литературы, то, конечно, многие из этих книг входят в разные тематические коллекции. Ну, так вот сказать, что прям напрямую они, наверное, не связаны. Хотя, конечно, вот эти пересечения, безусловно, есть. Если это, например, приключения, то в коллекцию приключений такая книга, конечно, войдет. Ну, вот здесь спрашивают о цене подписки. Для юридических лиц подписка сейчас стоит 30 тысяч. Ну, при этом вы имеете один месяц бесплатного доступа. И, соответственно, можете оценить этот ресурс. Ну, наверное, все, все вопросы осветили. Большое вам спасибо за участие, за внимательный просмотр и прослушивание. Презентацию вы можете скачать, еще, возможно, что-то полистать, посмотреть. Большое вам спасибо. До свидания. Уважаемые коллеги, как всегда, я хотел бы поблагодарить Наталью за прекрасный вебинар. Вас за то, что вы оставались неравнодушными к теме и активно обсуждали в чате тему вебинара. И напоминаю, что в ближайшее время, завтра у нас следующий вебинар. Вебинар буду вести я. И вообще в июне у нас очень плотная программа. Почти каждый день до конца июня у нас будет вебинар. Ну, исключая, конечно, выходные и праздники. И мы пока... У нас пока не летнее настроение, у нас настроение рабочее. Поэтому почти до начала июля у нас будут сплошные вебинары. Приходите, будет интересно. До новых встреч в Директ-Академии. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok